Всем привет! С вами Алина! Если честно, я хотела это видео записать еще в мае, но это Алиэкспресс, какие-то дела. И записываю я его в конце июля. Кто меня давно знает, в курсе, что я просто обожаю тему одежды, саму одежду, сочетать ее, вдохновляться ею. Это просто одна моя любимая тема. И, наконец-то, я снимаю холл. У меня на канале есть единственный холл, это будет по счету второй. Давайте так, если вам понравится такой формат видео, пишите об этом в комментариях, обязательно ставьте палец вверх, и я поздравляюсь чаще, снимаю такие видео. Ну и давайте уже приступим! Поехали! Поехали! Я бы хотела сказать спасибо вам всем за такую колоссальную поддержку меня, моего канала, развитие. Просто я вас люблю, обожаю, обнимаю. Очень много теплых слов в директ моего инстаграма приходит. Я очень рада и счастлива, что вам нравятся мои видео. Очень хочется вас радовать чаще, но просто такие обстоятельства, что я не могу так часто снимать видео. И первая маленькая вещичка, это вот такая ленточка с цветочками, такая очень нежная, женственная. Ее мне сделала моя бабушка. Я очень люблю ее вплетать в волосы, цеплять куда-то, можно даже завязать как пояс. В общем, это очень классная, универсальная штучка, подходящая под мои волосы. Кстати, на Алиэкспресс я заказала что-то похожее, только там резинка с ленточками. И она горчичного цвета, но она не пришла. Поэтому пользуемся, чем есть. Ну и раз мы начали с вещей, которые сшила мне бабушка, давайте продолжим ее. И следующая, это вот такая белая рубашка. Мы когда были на шопинге с мамой и моей сестрой, я очень хотела обычную белую рубашку, такую базовую. Но посмотрев на распродажные цены, я была в шоке, потому что рубашки вот это вот стоило 2000. Какая-то, ну это куда вообще за тряпочку такую? В общем, мы решили купить ткань, попросить мою бабушку и шить по моим меркам оверсайз рубашечку белого цвета. Она просто шикарная, она подходит подо все. Это просто универсальная вещь, которую я очень давно хотела, и теперь она у меня есть. Точно не помню, во сколько она у меня обошлась. Вот здесь вот я обязательно напишу, и давайте продолжим тему рубашек. Эти две рубашки я не покупала, потому что они моего папы. Он их давно не носит, они просто висели в шкафу, и я решила их взять себе. И это просто офигенное дополнение летом, вечерком просто накинуть, и получается просто потрясающий образ. Вот здесь такая есть черненькая в полосочку, и серенькая в такую крапинку черную. Маст хэв на лето и вообще на всю жизнь рубашечки, моя любовь. Теперь давайте перейдем к вещам с Алиэкспресс. Это платьишко с Алиэкспресс из магазина Shein, и на самом деле очень классного качества. Нитки вообще не торчали, я была удивлена, и села она на меня просто идеально. Ткань достаточно тонкая, но ничего в принципе не просвечивает, на лето просто самое то. В последнее время мне очень нравятся пуговки в таком стиле, что-то женственное, винтажное. Дополняет очень классный образ. Все ссылки на вещи, которые я найду, я обязательно оставлю в инфобоксе, так что обязательно переходите, если вам понравилась или иная вещь. Этот холл получается какой-то полубазовый, потому что следующая футболка белого цвета. Размера М так приятно к телу, и нитки вообще не торчали. Короче, качество просто идеального. Она, кстати, не мнется, что огромный плюс. Самое главное, что горло у нее не широкое. Это прям самая проблема, если ты хочешь футболку оверсайз. Горло будет просто до плеч. Здесь оно аккуратненькое такое, красивенькое вообще. Мне очень нравится. Следующую футболку мне прислал магазин Абрис. И прикол в том, что этот рисунок они нарисовали мне по картинке, эскизу, которые я прислала им. Да, это ручная работа. Это безумно круто, потому что такую футболку вы просто нигде не найдете. Даже на Алиэкспресс такого вообще нету. Меня это очень зацепило. К тому же ручная работа сейчас входит в популярность, особенно в Европе. Там очень ценится ручная работа. У нас набирает обороты. Они, кстати, рисуют не только на футболках, но и на деревянных изделиях. Также на джинсовых куртках. Что очень круто, потому что в магазинах не всегда можно найти вещь с желаемым принтом. И иногда это расстраивает. И, короче... Я подумываю заказать джинсовку с рисунком, как у змеев на куртках в сериале Riverdale. Я думаю, это будет просто потрясно, потому что я еще ни разу не видела на джинсовках такой рисунок. Я, кстати, выбрала рисунок Ван Гога с небольшим дополнением котет. Вы только посмотрите, как это мило. В магазине Абрис очень часто проходят акции, всякие скидки. Сейчас как раз конец лета. Я думаю, у них будет какая-нибудь распродажа. Обязательно переходите по ссылке в описании, которую я оставила вам внизу. Заказывайте. И я думаю, это очень классный подарок. Ну, человек, который получит такую вещь, сделанную индивидуально, эксклюзивно, только для него, будет очень рад. Кстати, о подарочках мы совместно с магазином Абрис разыгрываем вот такую футболку с Билли Альш. Вы только посмотрите на нее, какая она классная. Условия максимально простые. Нужно быть подписаны на группу ВКонтакте магазина Абрис, также на их страницу в Инстаграме, также на мою страницу в Инстаграме. И под этим постом написать комментарий «Участвую». Итоги будут через неделю на моей страничке в Инстаграме, так что подписываемся, участвуем. И я вам желаю всем удачи и выиграть такую классную футболочку. И это все ручная работа, и я просто в шоке. Очень красиво, да? Итак, следующая вещичка у нас тоже с Алиэкспресс. Это футболочка, конечно, с надписью «Лос-Анджелес Калифорния». Ну, я здесь даже объяснять ничего не буду. Кто меня давно знает и смотрит, в курсе, что я очень не хочу посетить Калифорнию, Лос-Анджелес. В особенности, может быть, даже туда переехать. И футболка моего любимого цвета с такой надписью «Это просто мечта». Она еще оверсайз. Я заказала ее в размере... Блин, я по-китайски не понимаю. Есть хотя бы на английском. Короче, вроде бы это футболка в размере М, и она идеально села. Правда, после нее на теле остаются небольшие ворсинки. Но первую носку было сильно, а сейчас последующие вообще, в принципе, незаметны. Я думаю, через несколько стирок вообще ничего не будет оставаться на теле после носки. Также на Алиэкспресс я просто не смогла не заказать шоппер-эко сумку вот с таким классным принтом в стиле One Line. Я думала, она будет больше, но, в принципе, меня она полностью устраивает. Очень удобно, стильно смотрится, и можно сложить свои покупки в эту сумочку. И вообще не парясь, я покупаю пакет. Можно и без пакета сложить всю сумочку. Еще подумаю заказать многоразовые пакетики для фруктов и овощей, железную бутылку. И, возможно, сниму видео Zero Waste и Zero Food, в общем, в этом стиле. Потому что я очень поддерживаю это направление. Качество просто суперское. Рисунок не стирается вообще, ничего не рвется. В общем, очень классно. Следующие с Алиэкспресс это аксессуары. Это черные очки, первые вот такие вот. Очень классные, такие стилевые. Просто на стиле. Качество суперское. Я их часто роняла, они не разбиваются, что очень классно. Следующие черные очки это кошечки такие. Вот эти очки я просто в них влюблена, потому что половина моих образов вместе с ними. И только с ними. Но они реально ко всему подходят. И последняя вещичка с Алиэкспресса это вот такое окруженное бра. Блин, оно очень красивое. На себе показывать, конечно, не буду, потому что это уже слишком 18+. Я брала в размере М, идеально села. Нитки вообще не торчали. Очень женственное, красивое. И стоил он вроде 300 с чем-то рублей. Короче, вообще копейки. Это вроде бы все вещи с Алиэкспресс. Давайте перейдем к масс-маркетам. Первое, что я вам покажу, наверное, будет купальник. На себе я тоже, конечно, показывать не буду. Может быть, фоточки ставлю, если я не буду. Что, скорее всего, нет. Первое я купила в H&M. Он такой полосатенький. И, блин, смотрится просто офигенно на загорелом теле. Даже не на загорелом, вообще на любом теле. У него нету здесь застежки, то есть он надевается как топик. И у него здесь ничего не застегивается. Это безумно удобно, потому что я ненавижу застегивать, завязывать. Потому что мне хочется быстро надеть, чтобы мне никто не помогал. Букини я взяла в магазине Катон. Это самый лучший трусляп, который я вообще видела. Потому что они на завязочках. Вы можете под себя регулировать. И просто попа закрыта. Все хорошо. Все так в черном цвете. Мне это все нравится. Чуть не па. Также в магазине Катон я приобрела самую лучшую, незабываемо красивую, вообще незапланированную юбку. В таком ретро-стиле. Боже мой, как она смотрится. Я ее надевала. Все люди на меня обращали внимание. Самое главное, правильно ее сочетать. И будет просто офигенно смотреться. Я так люблю эту юбку. Я серьезно, я еще думала, брать или не брать. Потому что цена была очень заманчивая. Она стоила 500 рублей по скидочкам. И так как она была незапланированная, я очень долго думала, брать ее или не брать. И, короче, я очень рада, что я ее взяла. И здесь мои любимые пуговички. Короче, я очень довольна этой покупкой. На самом деле, сейчас очень классные скидки. Например, в Бершке я купила себе джинсовые шорты белого цвета. Господи, как я давно хотела белые шорты. Потому что я постоянно ходила в черных и джинсовых. И теперь, наконец-то, белые теперь у меня тоже есть. Вот именно их я купила за 1600, но там были также шорты офигенного качества. За 1000 рублей, за 1100. Короче, вообще офигенные цены на шорты. Я иногда их без ремня ношу, иногда с ремнем под настроение. Теперь Нью-Йоркер. Это самый любимый мой магазин, потому что там офигенная атмосфера Нью-Йорка, что я очень люблю. И классные цены на классные вещи. Мы с Кариной себе купили топов очень много. Я себе взяла черный, желтый и красный. Они офигенно смотрятся просто на лето. Это самый must-have, потому что жарко, ничего не хочется. И такие яркие топики спасают просто все. Абсолютно все. Стоили они по 250 рублей, почему бы не взять? Обязательно в магазине, смотрите, ткань, чтобы она была плотная и сильно не тянулась. Тогда они у вас будут долго служить. Потому что вот Карина взяла себе черный, и он сильно растягивается. И уже начинает просвечивать. Я же себе взяла плотный. И он, в принципе, вообще не просвечивает. Следующий топик вот такого серого цвета. Просто база из баз. Мне он очень понравился. 250 рублей. Короче, ребят, что бы не взять. Последнее, что я там купила, это черная джинсовая куртка. Ребят, просто я ее так люблю. Как это было со мной позапрошлым году. Я купила себе черный бомбер. И просто не вылезала из него. Как бы было плюс 35, а я в нем ходила в черном бомбере. Джинсовая куртка просто это шикарная вещь, которая дополняет образ, сделает его таким классным. Тоже из Нью-Йоркера и стоила на 2000 рублей. Качество офигенное. Плотная курточка. Короче, я очень довольна. Следующая сумочка. Ее связала мне моя мама. Сумка-овоська. Как она дополняет образы, это просто огонь. Что-то потрясное. Я безумно довольна. Вы также можете ее купить в магазине Абрис. Она тоже там представлена. Короче, вы просто посмотрите. Как я уже сказала, это связала моя мама. То есть ручная работа. И стоит он вроде полторы тысячи. И последнее, что я вам сегодня покажу. Это белые кроссы. Блин, тяга. Естественно, не оригинал. Обычно такие белые кроссовочки. Подходит просто подо все. Я поэтому их и взяла. Купила мне, кстати, их Карина. Они стоили... Они стоили всего лишь 1700. Короче, они просто офигенные. Обожаю кроссовки. Я когда-нибудь сделаю коллекцию кроссовок. И очень хочу изи-бусты белого или черного цвета. Прям горю. Ну, в принципе, это было все. Я очень надеюсь, что вам понравился такой большой холл. Обязательно пишите в комментариях, если вам нравится такой формат видео. Ставьте палец вверх. Не забудьте поучаствовать в конкурсе на футболку с Билли Алиш. Обязательно переходите, подписывайтесь, участвуйте. Я вам всем желаю удачники. Не забывайте подписываться на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока-пока. С вами была Алина. И до новых встреч.